Областной историко-краевический музей вновь стал особым местом встреч людей самых разных возрастов и профессий. В очередной раз музей распахнул свои двери для горожан и гостей города. Здесь каждый посетитель смог открыть для себя новые страницы истории города и новые горизонты для саморазвития. Например, экспонаты Атроуского музея, уникальная выставка египетских мумий города Санкт-Петербург и многое другое. Каким образом прошла ночь в музее, смотрите в следующем сюжете. Основным девизом музейной ночи является открытость и доступность для зрителей. Согласно акции «Парад музеев», который стартовал еще в Атроуской области, основной целью программы является популяризация и привлечение внимания горожан к музейным программам. В связи с этим в течение всей ночи вход в музей был бесплатным. Порадовали уникальными экспонатами и музея Атроуской области. В прошлом месяце, если проводилась ночь в музее в Атроуской области, сегодня мы принимаем участие в Западно-Казахстанской области, а дальше перед эстафетами передаем в Актюбинскую область. Мы очень благодарны коллективу Западно-Казахстанской истории краеведческого музея, потому что нам дали возможность окунуться в действительную историю во времена Женгерхана. А самое главное нас удивило, что сам музей расположен в историческом здании. В Центральном музее Уральска горожане узнали о новых страницах истории города. Познакомились с выставкой старинных кувшинов, найденных при раскопках, уникальной выставкой «Египетские мумии. Путешествия в вечность», привезенной из города Санкт-Петербург. Помимо тематических экскурсий по музейным залам, где можно было всем свободно фотографировать, посетители имели возможность посмотреть интересные выставки, посвященные древним городищам – Жаих, Жалпахтал, Сарузьян. А также стать свидетелями декоративно-прикладного искусства казахов, как войлоковаляние. А некоторые залы трансформировались в площадки для театрализованных перформансов. Столь многочисленные артефакты представлены. Мы видим новую выставку посуды, керамических кувшинок. Но также я очень рад, что наконец-то широкие слои населения, все уральцы могут увидеть маленькую часть городища Жалпахтал, уникального городища, которое расположено на территории Косталовского района. В год молодежи еще одной темой «Ночи в музее» стали инициативой достижения молодого поколения при Урале. По проекту «Музей Стара» один из залов занял «Молодежное крыло», в котором собраны творческие, научные, авторские работы, проекты и идеи учащихся Уральского педагогического колледжа имени Жаханшида Смухамедова. Проводится акция «Ночь в музее». И в рамках этой акции как раз мы организовали очень много выставок. 2019 год в Казахстане был объявлен Годом молодежи. И наш музей разработал специальный проект «Музей Стар», где участвуют высшие и среднеучебные заведения, которые представляют свою историю всему городу. То есть посредством этих выставок жители знакомятся с историей учебных заведений. «Ночь в музее» продолжилась до трех часов ночи. Программа получилась насыщенной и многообразной. Необычные и зрелищные мероприятия смогли оставить море незабываемых эмоций у жителей и гостей города Уральск. Альбина Кумаргалеева, Алтымбек Таншкалеев, Алтымбек Кабделов, телеканал АГЖАИК.